Детское радио представляет Планета динозавров Скажите, друзья мои, какое животное, по-вашему, достойно называться самым умным? Уверен, что ответы будут самые разные. Кто-то наверняка назовет дельфина, кто-то обезьяну, собаку или лошадь. Действительно, к единому мнению тут прийти сложно. А вот с самым глупым животным, когда-либо жившим на Земле, ученые, кажется, определились. Это стегозавр. Максимальное приближение. Вот он, девятиметровый, четырехтонный красавец. Трудно поверить, что при таких размерах мозг у этого ящера не больше грецкого ореха. Если бы в эпоху динозавров существовали школы, то стегозавр наверняка был бы отпетым двоечником. Но среди ученых встречаются и противники этого мнения. Они уверены, что стегозавр был гораздо сообразительнее, чем принято думать. Дело в том, что при исследовании скелета стегозавра в задней части его позвоночника обнаружилась довольно вместительная полость. Предположительно, там находился второй мозг. Но это пока всего лишь догадки. Стегозавра сложно с кем-то спутать. От других его отличали высокие наросты на спине, похожие на цветочные лепестки. Благодаря им стегозавр и получил свое название. Его можно перевести как «ящер под крышей». Когда ученые обнаружили эту особенность, они решили, что покрытые кожей костяные пластины не торчали вверх, а лежали у динозавра на спине. Получалось, что это вроде крыши, которая могла служить защитой от нападений сверху. Однако, немного подумав, исследователи пришли к выводу, что пластины располагались вертикально и выполняли совсем другую роль. Стегозавр – животное хладнокровное. Это означает, что температура его тела зависит от температуры окружающего воздуха. Так вот, в зависимости от погоды, гребень стегозавра служит ему батареей или, наоборот, кондиционером. В холодный день стегозавр подставлял солнцу спину, и пластины нагревались. По находящимся в них многочисленным сосудам теплая кровь растекалась по всему телу, и динозавр таким образом согревался. А в жару ему было достаточно немного пройтись, чтобы встречный ветер охладил гребень, а вместе с ним и стегозавра. Сегодня как раз денек выдался жарким, поэтому стегозавр не может долго стоять на одном месте. Давайте пожелаем ему приятной прогулки. На этом я, астроном Остроумович, прощаюсь с вами, чтобы совсем скоро вновь заглянуть на планету динозавров и увидеть что-нибудь интересное. Планета динозавров